И вот настал ожидаемый многими момент, когда пришло время поговорить о снижении энергопотребления, то есть это значит о практическом использовании задачи времени простоя. Я специально вынес это в отдельный блок и вот даже оформил такой отбивкой, потому что это отдельный и это действительно комплексный подход. Давайте немножечко поговорим просто об этом. На самом деле есть несколько подходов, то есть нет какой-то вот чудо-кнопки, таблетки, нет какой-то инструкции, которая позволяла бы нам сделать наше приложение или наше устройство энергоэффективным. Это комплексный подход, состоящий из решения целого ряда программных, аппаратных вопросов. Но в общем можно говорить о некоторых подходах, которые помогают нам повысить энергоэффективность. Прежде всего, реально весьма эффективным методом является отключение тактирования неиспользуемых в данный момент периферийных блоков. Вот в, допустим, архитектуре АРМ существует даже целая сеть макросов, которые позволяют отключать периферийные блоки от тактирования. И действительно, когда нет тактирования, периферийный блок не потребляет питание. Это хороший, это интересный подход, который вот в определенной мере позволяет снизить. Дальше, тоже хорошей практикой является переход микроконтроллера в один из режимов пониженного энергопотребления. А дальше уже все зависит от этого режима. То есть там будет частичное или полное прекращение функционирования блоков. И для каждого микроконтроллера, для каждой серии можно найти аналогичную табличку. Я ее здесь привел просто как пример. Что есть различные режимы, есть функции там библиотечные, которые переводят микроконтроллер в этот режим пониженного потребления. Есть некие wake-up conditions, то есть выходы из положения сна. И, соответственно, мы знаем, какие у нас периферийные блоки будут подключены или продолжат функционирование в этом вот режиме. Здесь важно понять, что существует, с одной стороны, ограничения, накладываемые вот этими режимами, ну, как мы их называем, там, режимами сна, режимами остановки, то есть режимами с пониженным энергопотреблением. Есть требования операционной системы. И здесь мы сталкиваемся с одной очень интересной вещью. Для операционной системы крайне важно сохранение информации о времени. Имеется в виду о времени, когда работали или на которые были приостановлены каждая из задач. На лекции, где мы с вами разбирали управление задачами, мы уже в практической части подходили к тому, чтобы посмотрели, как выделяется время, задача простоя. Я немножечко повторюсь, задача простоя, или вот в нашем понимании idle task, создается автоматически, каждый раз, когда запускается планировщик операционной системы. Это необходимо для того, чтобы гарантировать очень важную для функционирования FreeRTOS вещь. Нужно, чтобы хотя бы одна задача, способная запускаться, была в нашей системе. idle task создается с минимально возможным приоритетом. Это должно гарантировать, что она не будет каким-либо образом занимать процессорное время в то время, когда существуют любые другие задачи, находящиеся в состоянии готовности, то есть задачи, которые теоретически могут выполняться. И второе, задача времени простоя не должна занимать память, выделенную операционной системой для задач. То есть нам желательно, чтобы она не содержала ничего лишнего. На самом деле мы с вами познакомились, и действительно вы знаете, что для того, чтобы мы могли использовать перехватчик задачи простоя, то есть callback, нам нужно прежде всего установить константу config.use.idlhook в значении единицы. Константы это находится в конфигурационном файле FreeRTOS.config.h. И в нашем коде нам нужно определить функцию. Вот по вот этому прототипу void, vApplication, idlhook. То есть это нужно для того, чтобы мы могли поместить в задачу холостого хода, чтобы мы могли поместить туда свой какой-то код. Чаще всего у этой вот задачи есть два таких вот утилитарных предназначения. Либо мы можем чистить мусор, который остается, освобождать какие-то буферы вот после нашей работы, может быть там инициализировать массивы, либо вот в этой функции мы можем воспользоваться имеющимся временем и использовать его, ну переведя микроконтроллер в режим с пониженным энергопотреблением. Вот у нас здесь есть пример. Этот пример уже был приведен в видеоролике. Я показывал о том, как оценить, вот при помощи такой вот несложной, то есть мы просто будем инкрементировать переменную для того, чтобы узнать, а сколько мы находились, сколько у нас было времени в задаче простоя. Это хороший пример для того, чтобы оценить вообще имеется у нас это время или нет. Но на самом деле у нас есть и механизм остановки системы тактирования, системы выделения времени, квантов времени в то время, когда мы считаем, у нас осуществляется простой. Это на самом деле очень интересная концепция, которая имеется в ИРТОС, и под нее существуют отдельные механизмы. Ну то есть вот смотрите, общий подход выглядит таким образом, что для уменьшения мощности, потребляемой микроконтроллером, у нас используется перехватчик задачи ИДЛ, перехватчик простой. И там мы переводим микроконтроллер в состояние низкого энергопотребления. То есть эта вот экономия, она достигается очень простым методом. Ограничивается необходимость периодически выходить, а потом повторно входить в состояние низкого энергопотребления для обработки прерываний по тикам. То есть вот именно для этого, чтобы не обрабатывать, мы здесь остановим систему квантования времени. Как мы это сделаем? На самом деле у нас есть целый макрос. Вот он специально определенный в операционной системе макрос. SuppressTicksAndSleep. И он управляется константой. Константа есть config. UseTicklesIdl. И там возможны три значения. Вот здесь очень важно. Значит, если мы определим эту константу как ноль, то у нас будет обычная работа задачи простоя. Никакого выключения тактирования, имеется в виду систик, имеется в виду механизм выделения квантов времени, не будет происходить. Если мы вот эту константу определим как единичку, то мы тем самым инициируем встроенную в порт реализацию TicklesIdl и сможем останавливать систему квантования времени на время простоя. И, соответственно, если мы определим эту константу как двойку, мы должны предложить с вами собственную, ну вот, пользовательскую реализацию этого механизма. Когда мы включим этот на режим, то есть у нас config.use.tickles.idl будет находиться в значениях или один, или два, тогда операционная система будет вызывать вот этот макрос. Port. Suppress. И этот макрос или определен в порту, или мы его должны определить самостоятельно. Мне порой кажется, что я говорю слишком сложно. Итак, давайте начнем еще раз, потому что это важный для понимания момент. Есть задача времени простоя. Идлтаск. Мы понимаем, что при определенных условиях она получит управление, когда не будет других задач, способных выполняться. То есть мы должны в этой задаче утилизировать время. Мы понимаем, что эту задачу мы можем использовать для того, чтобы переводить микроконтроллер в режимы пониженного энергопотребления. За счет этого мы можем действительно очень эффективно экономить время. И что есть макрос Suppress.ticks.and.sleep, в котором мы можем написать свой пользовательский код, который переведет микроконтроллер в режим пониженного энергопотребления. Более того, мы договорились, что есть режим tickles.idl, в котором на это время операционная система может отказаться от квантования времени. Для чего? Для того, чтобы не порождать прерывания и чтобы эти прерывания не выводили микроконтроллер из режима с пониженным энергопотреблением. Вот теперь, я думаю, этого достаточно. Но если мы будем заходить вот в режим пониженного энергопотребления, только для того, чтобы проспать одну миллисекунду или вот один квант времени, будет несоразмерная экономия тем затраченным усилием по подготовке к этому сну. Поэтому есть интересная возможность. Есть конфигурационный параметр expected idle time before sleep. И это значение, вот некое значение n определяет, что макрос будет вызван только если совпадут два условия. Первое условие. idle task – это единственная задача, которая может быть запущена. То есть, все остальные задачи находятся в заблокированном состоянии. Ожидают или время, или ожидают события. А значит, раз они все чего-то ожидают, то мы можем, ну точнее не мы, планировщик может предсказать, в течение скольки ближайших тиков мы все так же будем находиться в задаче простоя. Почему? Да потому что у нас, если задачи ушли в блокировку в ожидании времени, то мы ведь знаем это время. Да, тут есть элемент неопределенности, а вдруг аппаратное прерывание. Ну, никуда не денешься. Аппаратное прерывание мы должны будем проснуться и обслужить. Но сейчас мы ведем речь о планировании, что в течение вот определенного количества тиков мы можем спать. И тогда это получается очень хорошее решение. То есть, мы можем заснуть на энное количество тиков, не пробуждаться, и тогда экономия окажется не такой уж маленькой. И вот это очень интересно, что мы можем здесь в настройках операционной системы сказать, сколько квантов времени, вот expected idle time before sleep, нужно иметь, чтобы мы перешли в процедуру сна и вызвали макроспорт сапрестикс эндслип. Есть еще одна очень интересная вещь. Это неопределенно долгий сон. Дело в том, что есть специальная функция, которая проверит перед засыпанием, она проверит, а действительно ли не произойдет истечение там времени. То есть, бывают же задачи, которые блокируются надолго, ну, допустим, в ожидании события, в ожидании прерывания. То есть, предположим, в нашей системе все существующие задачи были заблокированы очередями, а очереди ждут прихода данных, ну, к примеру, по UART. Здесь ведь в этой ситуации мы не можем ведь сказать, когда, через сколько тиков придет прерывание по UART, мы получим данные и, соответственно, поместим их в очередь и сможем выполнять наши задачи. Нет, здесь нету такой информации. А значит, мы можем уйти в так называемый неопределенно долгий сон. И то есть, есть функция, которая позволяет это проверить. Вот она называется Task Confirm Sleep Mode Status. Ее можно вызывать из макроса с APS-TX and Sleep. И если она возвратит значение, что у нас нет задач, которые ожидают именно пробуждения или выхода из состояния блокировки по времени, тогда мы уйдем в неопределенно долгий сон. Значит, здесь, опять-таки, есть ряд условий. Во-первых, это возможно. То есть, механизм неопределенно долгого сна, он возможен только, если программные таймеры не используются. То есть, в связи с этим планировщику не потребуется выполнять функцию обратного вызова программного таймера где-либо там вот в будущем. И второе условие. Все задачи приложения находятся либо в состоянии suspended, то есть, они остановлены, либо они заблокированы, то есть, blocked, но заблокированы с неопределенно долгим таймаутом. Помните, я говорил про таймаут, который порт MaxDelay. То есть, вот если мы пользуемся этим, то у нас, да, блокировка на максимально возможно долгий промежуток времени. Вот в качестве ТОИ это все выглядит весьма хорошо и весьма перспективно. Давайте теперь заглянем немножко вот практически, заглянем в код и посмотрим, как это можно использовать, как это можно реализовать на практике. Перед нами экран генератора кода STM32CubeMX. Это генератор, который разработан компанией STMicroelectronics для выпускаемых ими микросхем. И здесь очень удобно конфигурировать параметры операционной системы FRTOs. Здесь, напомню, что можно это делать как вот визуальными средствами, так и изменяя соответствующие параметры в конфигурационном файле в RTOs.config.h. Разницы никакой нет. Вот вы видите здесь параметр TCLs.idl, который позволяет нам переходить в режим сна. На самом деле здесь достаточно развитая такая вот инфраструктура функций, которые задействованы в этом процессе. Вот вы можете видеть два прототипа. Это pre-sleep processing и post-sleep processing. Они определены как weak, то есть эти функции можно перекрывать. И это интересно, потому что по умолчанию оба прототипа пустые. Для чего они созданы? Один из них будет вызван непосредственно перед автоматическим переходом микроконтроллера в режим сна. А второй, соответственно, после. Вот для чего это мы посмотрим буквально через несколько секунд. Также я специально воспользовался именно генератором кода, то есть у этого есть причина. Мне хотелось, чтобы он прописал некоторые макросы в код именно самостоятельно, без моего вмешательства. И теперь давайте посмотрим, какие макросы он разместил в файле freartos.config.h туда удобно, конечно. И вот смотрите. Во-первых, значит, здесь, если мы используем встроенную реализацию, то есть единичка, как вы помните, это встроенная реализация, которая предлагается генератором кода или самим портом операционной системы. И вот мы видим, что при sleep processing здесь будет вызов функции. И все. Дальше ничего мы делать не будем. А пост sleep processing просто ссылается на какую-то функцию по ее имени. То есть ничего тут умного они не включили. На самом деле вот встроенная реализация, которую можно найти, она гораздо глубже. Смотрите, есть еще один define появляется в файле freartos.config.h что они делают? Они определяют макрос как port suppress ticks and sleep. То есть напомню, что это макрос, который будет вызван в том случае, если у нас есть вообще возможность перейти в режим сна. Более того, нам известно, сколько тиков мы можем проспать. То есть сколько квантов времени у нас есть. И вы вот здесь как раз и есть переопределение. Смотрите, suppress ticks and sleep определяется как vapplication sleep. То есть мы с макроса перешли на функцию. И вот эта функция. То есть сюда нам отдадут уже здесь даже вот можно читая исходный код понять, что нам в эту функцию передадут информацию о том, сколько у нас есть времени на то, чтобы поспать. и дальше творится небольшая магия, с которой давайте будем вот вместе разбираться. Есть определяются две переменные time before sleep и time after sleep. Ну, очевидно, что в одну мы запомним текущее время до сна, во вторую прочитаем после. И действительно, посмотрите, пожалуйста, вот что и происходит. time before sleep и мы получаем get external time, то есть некая функция должна отработать и мы тем самым сохраняем для себя время, в которое мы переходим в режим сна. Дальше мы выполняем функцию, ну, понятное дело, здесь вот из названия даже следует stop tick interrupt timer, то есть здесь мы в этой функции должны остановить, ну, в нашем случае это, допустим, sys-tick, то есть мы должны остановить таймер, который генерирует системные вот тики, которые движут нашу операционную систему. Дальше мы прекращаем все прерывания и вот теперь очень интересная функция, о которой я сказал весьма вскользь и весьма поверхностно. Смотрите, что происходит. Есть переменная некая sleep status и мы ей присваиваем значение, которое возвращается в результате вызова task confirm sleep mode status. Что это такое? Сейчас уже подготовительная работа к тому, чтобы уйти в режим сна, она завершена. И вот мы остановили даже прерывания, которые возникают от системного таймера, то есть больше у нас не произойдет вызов планировщика. И теперь мы спрашиваем у планировщика в последний раз. Ты можешь подтвердить статус? И дальше возможны только два варианта. Или он нам даст, что у него статус abort sleep, то есть что-то произошло в последнее время между вот в квант времени, между последним принятием решение, когда он принял решение вызвать нашу задачу простоя, то есть или что-то произошло, или нет. В первом случае мы прерываем процесс засыпания, то есть, а именно смотрите, что мы делаем. Мы запускаем снова таймер, системный таймер, который отвечает за генерацию вот этих вот системных тиковых прерываний и включаем прерывание enable interrupts или мы получаем от него статус от этой функции, но task waiting timeout и в этом случае мы сразу смотрите, мы переходим в сон, то есть, мы сразу же переходим в сон, либо тут вариант еще может быть, но task waiting timeout это значит, что бесконечно долгий сон, видите, что мы и подтверждаем, либо мы знаем сколько мы можем времени проспать, в этом случае смотрите, что мы делаем, мы устанавливаем неким образом, то есть, не важно, программируем какой-то таймер, программируем внешний таймер, это не так важно, тут идея, то есть, я пытаюсь вот этим куском кода донести саму идею, либо мы точно будем знать, сколько времени у нас есть проспать, поэтому мы устанавливаем себе будильник и уходим опять-таки в режим сна, вот вызываем ту же функцию, как вы видите, и вот в какое место кода после сна мы попадем, разумеется, мы попадем вот сюда, то есть, у нас нечто, какое-то событие нас разбудило, и теперь мы должны сделать очень важную вещь, мы должны получить внешнее время, то есть, мы должны узнать фактически, сколько мы проспали, сколько мы проспали, это время после сна минус время до сна, и, соответственно, у нас есть очень важная функция, я прошу вас обратить на нее внимание, vTask Step Tick, выполнение этой функции, там, на самом деле, внутри одна всего лишь строчка, эта функция увеличит внутренний счетчик времени FreeRTOS ровно на указанное количество миллисекунд, тем самым мы подкорректируем внутренние часы FreeRTOS, а они важны очень одной только штукой, именно эти часы, внутренние часы FreeRTOS определяют задержки в задачах, они определяют сколько времени будет выделено каждой из задачи, сколько она проведет в режиме блокировки и так далее, то есть, вот это все действительно важно, ну, а дальше все классически, мы разрешаем прерывание и запускаем системный таймер, который генерирует у нас прерывание, вот, тиковые прерывания. На самом деле, я не просто так уделяю вот столько времени, казалось бы, простой реализации алгоритма перехода в режим сна. Дело в том, что для разных архитектур микроконтроллеров, плюс разные компиляторы и прочее, честно говоря, вот простым таким языком, столько понакручено в этом коде, что приходится разбираться. То есть, каждый раз надо лезть и смотреть. Вот смотрите, вот реализация этого макроса port стиксен слип. Вот о нем уже было, мы уже говорили буквально на прошлом слайде. И если вот полезть изучать, то, допустим, вот файл port макро h, то есть, макросы все содержатся вот в этом именно файле, файле порта. Здесь мы видим, что предваряется и как раз таки идет речь о вот этих двух внешних. что вызывается внешняя функция, видите, а потом еще и дополнение от самого порта. То есть, именно вот благодаря вот этому у нас есть возможность вызвать внешнюю функцию, то есть, вашу пользовательскую реализацию. То есть, это вот если залезть, как дальше оно устроено. Вы помните, я упоминал task step tick. На самом деле функция действительно очень важная. Она корректирует правильное значение счетчиков тактов. Для того, чтобы вообще нам вот эта функция task step tick стала доступной, ну, прежде всего, должен быть tickless idle режим активирован. Он активируется константой, как я уже говорил, config use tickless idle в конфигурационном файле. Она должна быть единички. Ну, или она должна быть не нулевой. И вот в этом случае, вот как вы и видите из кода, это прям код, который я взял из task age. Здесь включается корректировка, то есть просто увеличивается. Tick count увеличивается на то время, которое мы сюда пытаемся привнести. Здесь еще одна вещь, на которую прошу вас обратить внимание. Мы будем вот на одном из последних видео, мы будем обсуждать вот макросы отладки, макросы, которые позволяют нам изменить исходный код FreeRTOS. Вот один из этих макросов. Trace increase tick count. Этот макрос не определен, он пустой в системе. Если вам будет интересен момент отслеживания, то есть вы захотите написать свою какую-то утилиту, которая глубоко анализирует работу FreeRTOS, то вы можете воспользоваться этим макросом, как вы видите в него в качестве отчета передается то, на сколько тиков мы делаем прыжок, то есть сколько тиков было израсходовано на сон. Вот если нужно сделать какое-то отслеживание, логирование, то вот в этом макросе сделать это можно самым удобным и простым способом. Значит, давайте теперь посмотрим вот самый простой такой вот пример использования application sleep и соответственно макроса task step tick для корректировки времени. Почему простой? Потому что здесь вот в предыдущем примере мы рассматривали все возможные варианты. Давайте посмотрим, как это можно сделать с минимальными затратами и самое простое. То есть application sleep мы эту функцию должны определить в нашем коде она будет вызвана тогда когда у нас все окей мы готовы переходить в режим сна. И что здесь происходит в самом простой реализации без всякого вветвления мы сохраняем внешнее время неважно вот здесь неважно или из внешнего какого-то часов реального времени оно получено или из RTC вашего микроконтроллера останавливаем таймер генерирующий прерывания то есть вот системные тики дальше устанавливаем какой-то таймер или источник события который выведет нас из режима сна через expected idle time через ожидаемое время простое и переходим в режим сна все выйдем мы на следующей строчке нашего кода соответственно когда проснемся это имеется ввиду режим sleep соответственно мы опять получаем время определяем разницу сколько мы проспали корректируем внутренние часы и запускаем таймер который генерирует системные импульсы вот тики нашего времени для того чтобы операционная система функционировала это самый самый простой вариант его ну вот согласитесь ничего здесь сложного нету нужно единственное что вот во всех вот этих вот вещах нужно сделать правильно и чему действительно уделить большое внимание так это тому чтобы подобрать правильное число n число тактов ради которых стоит уходить в режим сна и стоит вообще овчинка выделки потому что как уход в режим сна так и выход из него требует определенного времени как я говорил ради одной миллисекунды наверное не стоит это делать а вот ради скольки стоит это конечно так скажем дополнительное исследование нужно смотреть в вашем проекте то есть насколько вам это выгодно и какое время выгодно я тут уже не один десяток раз наверное повторил о том как важно иметь актуальное время в системе ферртоз потому что именно от этого времени зависит отработка всех периодов и так далее необходимость корректировки возникает не только в том случае если мы уходим в состояние сна нет точно так же у нас есть как вы помните критические секции кода которые по сути тоже являются блокировкой выполнения нашего планировщика а как следствие при тиковом прерывании у нас не происходит корректировка времени поэтому есть интересная функция и действительно я вот всячески призываю ей пользоваться это task catch up ticks функция которая исправляет значение счетчика тиков после того как произошла у вас блокировка прерываний ну вот блокировка прерываний тем или иным образом вот здесь есть даже простой очень пример который показывает что в принципе ничего сложного нет то есть есть мы запомнили время мы остановили и провели какой-то вот процесс вот выполняли некие действия которые от нас требовали остановить функционирование операционной системы допустим очень важную нам надо было информацию передать или мы вошли в какую-то критическую секцию кода где мы допустим использовали целиком только ассемблерные вставки и прочее и вот теперь мы корректируем время вот смотрите вызываем task catch up ticks и скорректировали его вот здесь важная вещь если в результате работы этой функции у нас вернется true это будет означать что корректировка счетчика времени привела к переключению контекста то есть значит какая-то задача у нас вышла из состояния блокировки по времени и вот это хорошая возможность взять и переключиться на эту задачу дать возможность отработать планировщику нашей операционной системы прежде чем мы с вами посмотрим на реальную реализацию вот на пример реального кода мне хотелось бы вам напомнить и о двух макросах которые вот это макросы при слеп процессинг и пост слеп процессинг нужно помнить что эти макросы вот они замечательны тем что они выполняются непосредственно перед инструкцией wait for interrupt то есть перед уходом режим сна и непосредственно после этого и макросы можно достаточно эффективно использовать для того чтобы в них отключать ну так скажем эффективно готовить микроконтроллер к переходу в режим пониженного энергопотребления отключать тактирование периферийных блоков и так далее то есть вот какая-то тонкая подготовка именно касающаяся аппаратной части ну и соответственно пост слеп процессинг тут нужно привести все в исходное состояние и эти макросы вот именно для этой цели подходят пожалуй наилучшим образом давайте теперь посмотрим на все это на реальном примере со страницы download free rtos скачиваем стабильную версию вот она от декабря 21 года с тех пор были только lts вот так выглядит пакет он в принципе вам знаком здесь есть несколько интересных ссылок давайте сразу я покажу чтобы у нас было понятно это вот то что касается апгрейдинг это заметки к обновлению то есть достаточно просто сказано какие файлы обновить на что обратить внимание что менялось что нужно изменить в этом случае ну если вы обновляете free rtos в своем уже существующем проекте сейчас речь не об этом нас интересует free rtos дальше у нас есть с вами демонстрационные примеры здесь как я уже и показывал демонстрационные примеры ну вот можем искать допустим cortex меня интересует ядро stm32 l152 r вот очень хороший пример здесь все достаточно просто мы можем с вами посмотреть все что необходимо здесь содержится вот в файле main.c и второй файл это free rtos config можно его открыть и давайте мы посмотрим да вот так вот что у нас но так сейчас закроем ненужное значит это демонстрационный пример здесь все достаточно просто смотрите добавляется стандартная библиотека std.h из того что касается нашего операционной системы free rtos h task и очереди мы добавляем значит дальше это не так все остальное важно это относится к самому примеру здесь то что мы касается приоритеты то есть idle приорити кому кому плюс 1 плюс 1 плюс 2 то есть какой более приоритетным задачей является значит длина очереди определяется статусы всевозможные но это нас собственно не так сильно волнует давайте посмотрим дальше что у нас происходит в main здесь вот классическая организация кода она делает все достаточно понятным то есть смотрите мы устанавливаем hardware то есть настраиваем периферию нашего микроконтроллера дальше мы создаем создаем здесь с вами очередь и дальше вот интересная вещь то есть если очередь смотрите то есть вот здесь идет обращение к дескриптору очереди вот они у нас выделились да и получается следующее самая простая проверка создана очередь или нет ага все все очень здорово если дескриптор не нулевой значит очередь создана и дальше тут идет создание задач вот смотрите создаются две задачи task create ну вот я не знаю честно говоря насколько является правильным или справедливым привязывать создание задач к созданию очереди ну вот повод для размышления повод может быть для экспериментов то есть неспроста наверное разработчики этого демо примера так поступили с другой стороны как есть ну возможность наступления там ошибки при создании очереди так наверное и у задачи потому что и под тот и под другой объект выделяется память с другой стороны если память выделилась допустим под задачу ну у меня нет оснований полагать что она не выделится допустим под очередь то есть это или общая ошибка существует я думаю что исходя нечто вот такого и создатели разработчики этого приложения тоже думали дальше здесь ну окей создаются две задачи и здесь же при этом же условии запускается планировщик нашей операционной системы то есть дается ее старт и как вы видите вот в бесконечном цикле ничего нет потому что сюда наше управление фактически никогда и не дойдет мы не будем никогда здесь выполняться дальше здесь идут задачи можно посмотреть как разработчики организовали задачи вот смотрите мы тут получаем из очереди соответственно проверим ну вот такие примеры я обычно рекомендую людям всегда открывать читать смотреть потому что на примере известного вам микроконтроллера в известной среде разработки вы получаете пример который можете анализировать делать из этого какие-то свои выводы ну вот мы уже подобной схемы подобную схему мы разбирали когда мы получили данные некое сообщение да а потом в зависимости от того что это select up или down там ну кнопки мы принимаем какие-то решения окей это здорово статус месседж ну аналогичным образом тоже мы получаем формируем давайте полистаем что-нибудь о ну вот из интересного vapplication tick hook это тиковое прерывание значит здесь что-то мы будем синхронизироваться message status generic query task still running ну вот я не знаю тут надо читать наверное комментарии что они тут делают tick hook это функция обратного вызова перехватчик именно выбора прерывания возникающего tick квант времени наш господи так pull task setup hardware то есть установка и настройка всего pfei нашего микроконтроллера я собственно ищу здесь должен быть о stack overflow это мы исчерпали stack наш вот такой вот обработчик у нас так malloc failed ну application idl hook ага вот собственно то чего я искал уважаемые коллеги смотрите application idl hook и мы уходим здесь в регулятор он то есть у нас остается питание ядра микроконтроллера включенным и мы заходим в режим sleep то есть это режим пониженного энергопотребления для микроконтроллеров на еды cortex и verify то есть wait for interrupt то есть мы будем находиться в режиме сна до тех пор пока не случится прерывание ну логично что здесь как вы понимаете реализована самая простая модель то есть мы будем засыпать на одну миллисекунду вот потому что следующее прерывание будет это именно тик интерапт у нас случится от системного таймера систик ну вот как я уже и говорил нету волшебной кнопки или какого-то волшебного совета который бы позволял нам в несколько строк кода уменьшить энергопотребление это все-таки вопрос достаточно комплексный вот те меры которые нужны и хотелось бы реализовать внутри микроконтроллера по снижению его энергопотребления с использованием операционной системы фриартос вот они здесь были рассказаны вот в принципе то есть пути куда копать они в этом видео есть с другой стороны конечно же эта информация не является исчерпывающей потому что львиную долю работы нужно будет проделать на уровне вашего устройства вашей платы то есть на уровне схемотехники потому что там тоже вполне много вот вещей где есть излишнее или избыточное энергопотребление то есть вопрос комплексный но пути по крайней мере здесь обозначены и вы можете как бы их попробовать здесь всем остаём его кромео от он он по он он на он 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 и он он